Кто убегает в мирской мятежности, не допускает себя до тревог житейской суетности, уклоняется от сообщества с людьми легкомысленными и необстоятельными, дома большую часть времени проводит безмолвно в молитвах, в изучении словес Божьих, при редких выходах из дома виден степенным, кротким, нераздражающимся, сострадательным, братолюбивым? Такого, кто не назовет подлинно Божьим ревнителем, истинным образом и подобием Бога, озаренным божественными лучами Божьей благости и свое Богоуподобление, светло проявляющим добродетелями, как привлекательнейшими какими цветами? Вот отличительные черты Бога и человека, ревнующего об уподоблении Богу. Тихость, незлобие, негневливость, независливость, благотворительность, сострадательность, непометозлобие, добролюбие, доброта, почтительность, блюдение пользы других, общительность, услужливость, нелюбочестие. Коротко сказать, все, в чем обилие благости, является Бог, который солнце свое сияет на злые и благие, дождит на праведные и неправедные. По сим чертам узнается старающийся быть подражателем Богу. Достаточно было бы и сего указания, чтобы благопокорных научить совершенной жизни, но, зная, как иные с трудом приводятся к тому, святый Павел многими внушениями старается искусно отвлечь нас от суеты, возбуждая ревность нашу разными похвальными наименованиями. То, говорит он, храм Божий истия, то, як уже чада света ходите, то достойно благовествованию Христову жительствуйте, то телеса ваша удови Христовы суть. И в одном месте называет нас святыми и непорочными, а в другом – невинными и целыми чадами Божьими непорочными. Обо всем этом говорит он, как о находящемся в нас, хотя того нет еще в нас, с тою целью, чтобы, ужаснувшись, как бы такие похвалы не обратились нам в укоризм и посмеяние, если не оказываемся такими, возревновали мы всей ревностью сделаться и пребывать такими. Почему святый апостол не ограничивается одними сими похвалами, но приписывает разные способы и меры, как можем мы достигнуть в мужа совершенно, в меру возраста исполнения Христова? Прежде всего требует он, чтобы мы умерли и распялись для мира, так, чтобы немало не ощущать ни наслаждений, ни скорбей мирских. Ум росте, говорит, и живот ваш сокровен есть со Христом в Бозе, желая показать, как живут совостающие со Христом, вышних, взыскующие и горние, мудрствующие, умершие от стихии мира и не живущие уже более по ним. Еще, говорит он, представляйте себе Богу, яку от мертвых живы, желая с одной стороны, чтобы мы умерли именно тому, чем в действие приводятся страсти плоти, походствующие на духа, с другой же, повелевая жить тому, чем совершаются дела добродетели в благоугождении Богу. Посему-то и жертвую живою именуют умертвивших уды и яжины земли и ходящих в обновлении жизни не к худу движимых по жертвенному умерщвлению и не праздными пребывающих для добрых дел. Потому что, будучи жертвой живою, не утратили они на то силы, но как цветущую и юную пользуются ею против враждебного издавна мудрования плоти, не увлекаемой уже семи неразумными пожеланиями, так как совершенно перешли из телесной жизни в духовную и живут не плотью, но духом. К тем, которые, быв обложены плотью, перестали уже быть тревожены ее требованиями беспорядочными, говорит апостол, несть его плоти, но в дусе, потому что грех не царствовал уже в мертвенном теле их и не понуждал их насильственно слушаться собственных повелений, противовоюя закону ума и обычно пленяя их неким законом, сущим в уудях, но восцарствовал закон духа жизни о Христе Иисусе, пленяющий их во всецелое послушание заповедям Христовым. Всемустроении они не услаждаются только лучшим по внутреннему человеку, но совершают его с готовностью отмстить телу всякое прислушание, прежде допущенное в угодность ему, противоположными тому трудами ради добродетели. Какое же это отмщение, и как совершается, сему учит апостол, як уже представисти уди ваши рабы нечистоте и беззаконию беззакония, так он ныне представите уди ваши рабы правде во святыню. Как велик этот труд! Знают те, которые, будучи преобладаемы привычкой, принуждены, бывает, худой навык преобразовать в добрый, велик труд, но не жалеющие себя преуспевают всем благодатью Божией. После многократных отступлений и многократных устремлений вперед возмогают они, наконец, совсем отступить от худых влечений, коим преданы были. И все расположение свое вполне обратить от худшего к лучшему, чтобы все члены употреблять против враждебных страстей, сделав их из орудий неправды, орудиями правды. Прилагайте попечение о движениях мысли, наблюдая, как производит она воспоминания о вещах, пристрастно или беспристрастно принимая в себя представление сих вещей. Многие уступают страстям больше в помыслах, чем в действиях, невидимо с ними сослагаясь и ими услаждаясь. Внутренние они падшие, хотя видимых падений за ними не водится. И бывает, что иной по наружности кажется совсем безукоризненным, сам только сознавая укрываемую внутри гнусность и краснее от того, что невидимое противоположно видимому, и истина противоречит почтенной наружности и заставляет совесть справедливо стыдиться. Такой чем отличается от гроба, когда душа его помышляет о недолжном и полна срамных чувств? Не хуже ли даже он гробов? Гробы недолго заключают в себе зловоние, пока в теле остаются еще влаги, но как скоро соки истощаются, пресекается и зловоние. Сердце же, исполненное срамных помышлений, всегда внушает омерзение, будучи зловоннее гниющего тела и само только наслаждается собственной своей срамотою. Как удовольствие и печаль следует за пожеланием, то за исполнением его, а это за неисполнением, а пожелание возбуждается ощущением, впечатлением от внешних вещей или помыслов от них, то, не допустившись его последнего, впечатление, помысла, не дает места и первым, пожеланию и удовольствию или печали. Подобно тому, как сокрушивший голову змеи, ущемленный во входе, за дверью оставляет все влекущееся за головой тело ее, которое без сомнения взошло бы свободно в дверь, если бы выставившаяся вперед голова нашла себе свободный вход. Таков закон внимания к себе или трезвения? Если кто вожделевает худое что, то удовлетворит ли он или не удовлетворит свое вожделение, то и другое одинаково вредно для него. То есть как радость в первом случае, так и печаль во втором. Ибо печаль — это не печаль по Бозе, которая, по словам святого Павла, покаяние нераскаянного спасения соделывает. И радость сия не о Господе радость, как радуется веселящийся с добрую совестью. Эта радость есть какое-то душевное обольщение, демонам внушаемое, как зависящее не от вкушения существенного блага, а от увлечения призраком его. Вот отличительные черты такого способа, каким добродетель, приверженного к ней, умудряет идти к возможному преуспеянию. Преспеяние представляется не очень отдаленным, чтобы не показалось, будто бы добродетель хочет устрашать великим отдалением, но не стоит оно и неподвижно, чтобы могло быть уловлено преследующим, и сие для того, чтобы он до смерти не прекращал своего усердия, но во всю жизнь усиливал рачительность, распространяя ее на все. Если и времени целой жизни недостаточно для попечения добродетели и подвязающимся по причине противоборствующих членов потребна великая трезвенность, то при рассеянии и переменчивости мыслей, как нам успешно совершить путь столь долгий и трудный и сохранить себя от козней противников, которые многочисленны и не видны, и в оружии против нас употребляют наши страсти и чувства, не излагают нас тем самым, чем Божья благость вооружила нас в защиту против них. Посему необходимо быть внимательными и не увлекаться тем, что противникам нашим споспешествует против нас. Это же очевидно, что не содействует нам к успеху в нашем подвиге, то служит в пользу противникам. Какими помыслами должны водиться, намеревающиеся дать правильный ход своим мыслям? Внимай! Давид в одном месте сказал, «По учение сердца моего — разум, в другом — в оправданиях твоих поучуся всегда, и еще — поучуся во всех делях твоих и в начинаниях твоих поглумлюся». Делай так, и вечно подвижный ум твой не будет иметь времени уноситься к ненадлежащему, но неотступно будет заниматься тем, углублением, во что доставляет наслаждение и великую пользу, увеселяя чувства зрением, а душу — созерцанием». Толкование на Евангелие от Матфея Стихи 14-15 «Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Вошел в дом Петра для того, чтобы вкусить пищи. Прикосновением же к руке тещи Петровой не только погасил огонь горячки, но и доставил всей жене совершенное здоровье. Так что возвратились ее силы, и она в силах была служить Ему. А мы знаем, что для больных, очень обессилевших, много нужно времени, чтобы снова окрепнуть в силах. Другие ее ангелисты говорят, что Христос исцелил Петрову тещу по просьбе о том, но Матфей для краткости опустил это. Я уже говорил тебе вначале, что иной из них упоминает о том, о чем другой умалчивает. При этом ты заметь также, что брак немало не препятствует добродетели. Ибо и верховный апостол имел тещу. Стихи шестнадцатый и семнадцатый. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, он взял на себя наши немощи и понес болезни. Недужных привели к нему вечером, не вовремя, но он, как человеколюбец, исцелил всех. Затем, чтобы ты не усомнился, как он мог в короткое время исцелить столько болезней, евангелист приводит в свидетеля Исаию. Хотя пророк говорит о грехах, но Матфей приложил его слова и к болезням, так как большая часть их рождаются от грехов. Стих 18 Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Ибо не был он словолюбив, а вместе хотел уклониться и от зависти иудеев. Стихи 19-20 Тогда один книжник, подойдя, сказал ему, «Учитель, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел, И говорит ему Иисус, лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Книжником называет законовецца, видя многие знамени. Он подумал, что Иисус получает от того прибыль, поэтому старается и сделаться последователем его, чтобы и самому получать. Но Христос, в виде его намерения, сказал как бы так, «Следуя за мной, ты надеешься сделаться богатым, но не видишь ли, что я не имею даже дома? Таков же должен быть и последователь мой». Он сказал это с тем, чтобы убедить его последовать за собою, переменив намерение, но он удаляется от него. «Некоторые под лисицами и птицами разумеют демонов, которые названы так по их лукавству и по действию в воздушной области. По всему разумению, Христос как бы так говорил книжнику, «В тебе живут демоны, поэтому не нахожу в душе твоей обители для себя». Стихи 21-22. Другой же из учеников его сказал ему, «Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему, «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Кто предает себя Богу, тот не должен обращаться опять к житейскому. Конечно, должен почитать и родителей, но Бога надлежит предпочитать им. Отец же ученика сего был еще и неверный, как это видно из слов, «предоставь мертвым», то есть неверным, погребать своих мертвецов. Если же сему не позволено было похоронить отца, то горе тем, которые, поступив в монашество, возвращаются к мирским делам. Святитель Иоанн Златоуст Толкование на Евангелие от Матфея «Итак, если стоим, не будем надеяться на себя, но будем говорить себе «Мняйся, стояти!» «Доблюдеться!» «Да не падет!» Первое послание к Коринфянам, глава 10, стих 12. «А если лежим, то не будем отчаиваться, но будем говорить себе «Еда падая и не востоет!» Книга пророка Иеремии, глава 8, стих 4. «Действительно, многие, достигнув до самой высоты неба, показав всякое терпение, живя в пустынях и не видав женщины даже во сне, но несколько вознеродев, приткнулись и дошли до самой бездны зла. Другие, напротив, из этой бездны возвысились к небу, и от позорища и от места пляски обратились к жизни ангельской, и столь великую явили добродетель, что изгоняли демонов и совершали много других подобных знамений. Такими событиями исполнено Писание, такими примерами исполнена наша жизнь. Любострастные и изнеженные заграждают уста манихеев, которые злобу почитают неизменную, которые служат дьяволу, расслабляют руки желающих упражняться в добре и не извращают все уставы жизни. Те, которые внушают такие убеждения, не только причиняют вред в будущем, но и здесь, по возможности, все не извращают. Как кто-либо из порочных будет стараться о добродетели, когда он возвращение к добродетели и изменения на лучшее почитает невозможным? Если и теперь, когда и законы существуют, и наказания угрожают, когда многих возбуждает слава, когда ожидается гиенная, обещается царствие, когда злые осуждаются, а добрые восхваляются, если и теперь некоторые едва решаются на подвиге добродетели, то по уничтожении всего этого что воспрепятствует всеобщему растлению и гибели? Итак, познав коварство дьявольское и то, что, как указанные люди, так и те, которые силятся утвердить учение о судьбе, мыслят противно и языческим законодателям, и божественным изречениям, и естественному разуму, и общему мнению всех людей, и варварам, и скифам, и фракиянам, и всем вообще, будем возлюбленные бодрствовать, и оставив всех этих противников истины, будем шествовать тесным путем с упованием и страхом, со страхом по причине стремнин отовсюду предстоящих, с упованием же, потому что Иисус предходит пред нами. Пойдем с трезвостью и бодрствованием. Если кто, хотя несколько задремлет, тотчас не зренится. Мы не осмотрительнее Давида, который, несколько вознеродев, низвергнулся в самую бездну греха. Впрочем, он и восстал скоро. Взирай потому не на то только, что он согрешил, но и на то, что он очистил свой грех. Для того написана и история его падения, чтобы ты не на падение его взирал, но удивлялся его восстанию, чтобы ты знал, как после падения должно тебе восставать. Как врачи, выбирая самые трудные болезни, описывают их в книгах и научают других способу врачевания, чтобы последние, узнав труднейшие болезни, удобнее могли преодолеть слабейшие, так точно и Бог сделал явными самые великие грехи, для того, чтобы те, которые впадают в малые грехи, могли через сто удобно исправлять их. В самом деле, если могли быть очищены большие грехи, то тем более меньшие. Итак, рассмотрим, как тот блаженный муж изнемог и как он восстал в скором времени. Какой же был образ изнеможения? Он учинил прелюбодеяние и убийство. Я не стыжусь громогласно возвещать об этом. Если Дух Святый не почел постыдным изложить всю эту историю, то тем более нам не должно скрывать ее. Поэтому я не только возвещаю об этом, но нечто и еще присоединяю. Те, которые скрывают падение Давида, весьма помрачают добродетель этого мужа. И как умалчивающие о сражении его с Голиафом лишают его немалых венцов, так точно поступают и те, кто оставляет без внимания настоящее повествование. Может быть, мои слова кажутся странными, но подождите немного, и вы узнаете, что это сказано нами справедливо. Я для того увеличиваю грех и представляю дело в более странном виде, чтобы в большем обилии приготовить врачевство. И так, что же мне присоединить? Добродетель мужа. Это увеличивает и вину его. Не одинаково ведь осуждается все во всех. «Сильнее бо», говорит Писание, «сильно истяза не будут». Книга Премудрости Соломона, глава 6, стих 6. «И, ведевый волю господина своего и неисполняющий, биен будет много» Евангелие от Луки, глава 12, стих 47. Следовательно, большее видение служит причиною большего наказания. Поэтому иерей, впадающий в одинаковые грехи с подчиненными себе, не одинаковым с ними, подвергается наказанием, но гораздо тихчайшим. Может быть, вы, видя, что вина возрастает, трепещете и устрашаетесь, и удивляетесь мне, как будто бы я хожу по стремнинам. Но я столько уверен в праведнике, что простираюсь еще далее. Чем более увеличу вину, тем более в состоянии буду восхвалять Давида. Но можно ли, спросят, сказать что-либо более этого? Можно. Именно, как Каин учинил не только убийство, но и худшее многих убийств, поскольку он убил не чужого, но брата, и брата не обидевшего, но обиженного. Не после многих убийц, но первый изобрел таковое злодеяние, так и здесь. Преступление состояло не в одном только убийстве, потому что непростой человек учинил его, но пророк. Убил не обидевшего, но обиженного, поскольку этот последний был уже обижен в то время, когда была похищена жена, и таким образом к этому преступлению Давид присоединил еще новое. Видите ли, как я не пощадил праведника и как без всякого послабления рассказал его проступки. Несмотря, однако, ж на это, я так надеюсь защитить его, что, невзирая на столь великую тяжесть греха, желал бы, чтобы здесь находились как манихеи, весьма издевающиеся над ним, так и зараженные учением Маркиона, чтобы мне совершенно заградить их уста. Они говорят, что Давид учинил убийство и прелюбодеяние, а я не только тоже говорю, но и доказал, что убийство его было двойное, как потому, что убит был обиженный, так и потому, что высоко было достоинство согрешившего. Ни одно и то же значит, когда отваживается на такие преступления человек, удостоившийся духа, столько облагодетельствованный, имеющий великое дерзновение, притом в таком возрасте, и когда то же самое делает тот, кто лишен всего этого. И при всем том, доблестный этот муж достоин величайшего удивления, потому именно, что он, не спадший в самую глубину зла, не упал духом, не отчаялся и не остался ницлежащим, получив от дьявола столь опасную рану, но скоро, даже тот час, и с великою силою нанес ему более опасную рану, нежели какую получил. Случилось то же самое, как если бы во время сражения и в строю какой-либо варвар вонзил копье в сердце мужественного воина или оставив в груди его стрелу присоединил к прежней другую опаснейшую рану, а получивший эти тяжкие раны, весь обливаясь потоками крови, проворно встал бы и, пустив копье в своего врага, тотчас бы поверг его замертво на землю. Так точно и здесь. Чем большую представишь рану, тем более удивительную покажешь душу уязвленного, поскольку он, несмотря на эту тяжкую рану, имел силу встать среди строя и повергнуть того, кем был поражен. Как это важно, особенно знают те, которые впадают в тяжкие грехи. подлинно не столько тогда открывается мужественная и твердая душа, когда кто-либо без падений пробегает путь, потому что таковой имеет спутником своим благую надежду, возбуждающую, ободряющую, укрепляющую и делающую его ревностнейшим, сколько тогда, когда кто-либо после бесчисленных венцов, многих трофеев и побед, претерпевая крайний урон опять, может вступить на прежние пути. Для большей ясности я постараюсь предложить вам другой пример, не менее важный в сравнении с первым. Вообрази, что какой-нибудь мореплаватель, бывший на бесчисленных морях, проплывший все море, после многих бурь, подводных камней и волн, имея много товара, стал бы утопать при самом входе в пристань и едва с ногим телом избег бы этого опасного кораблекрушения. В каком он будет расположении к морю, к плаванию и к морским опасностям? Не обладая особенно сильным характером, захочет ли он когда-нибудь посмотреть на берег, на корабль, на пристань? Не думаю. Он скроется, будет лежать, не различая дня от ночи и от всего отказываясь, предпочтет лучше жить милостынею, чем приняться за прежние труды. Не таков был блаженный Давид. Но после бесчисленных трудов и подвигов, претерпев ужасное кораблекрушение, не скрылся, а извлек корабль. И, распустив паруса и взявшись за кормила, принялся за прежние труды и опять собрал богатство большее прежнего. Если стоять и после падения не лично всегда, достойно удивления, то каких венцов достоин тот, кто тотчас же встает и совершает великие дела? Много было для Давида побуждений к отчаянию. И, во-первых, великость греха. Во-вторых, то, что он потерпел это крушение не в начале жизни, когда больше надежд, а под конец. Ведь и купец, претерпевший кораблекрушение, тотчас же по выходе из пристани не одинаково скорбит с тем, который после бесчисленных куплей попал на подводный камень. В-третьих, то, что он претерпел это уже после того, как собрал великое богатство. В-вторых, в самом деле, немало у него было тогда сокровище. Были, например, сокровища, которые приобрел он в первом возрасте, когда был пастухом в сражении с Голиафом, когда поставил блистательный трофей в мудром обращении с Саулом. Поистине, Давид показывал евангельское великодушие, когда, тысячекратно имея в руках врага, всегда щадил его и лучше решил лишиться отечества, свободы и самой жизни, нежели умертвить того, который несправедливо строил ему козни. Немало также он имел добродетелей после принятия царства. Кроме всего сказанного и худое мнение народа, а равно и лишение столь блистательной славы, производили немалое смущение. Не столько украшало его парфира, сколько покрывало стыдом пятно греха.